Да-да, друзья, вам это не показалось. Этот человек, похожий на Путина, лезет целоваться к народу в Дагестане. Кажется, что после этого видео те люди, которые не верили в двойников Путина, поверили. Такую искреннюю демонстрацию народной любви мы сегодня обсудим с нашей гостьей Мария Максакова, оперная певица, видеоблогер. Мария, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анастасия, я приветствую всю нашу аудиторию. Я позволю себе сразу начать, что называется, с местов карьер, дело в том, что действительно, судя по всему, кремлевские шайтаны, хотел сказать, шаманы и разные другие волшебники, которых Путин прикармливает усердно вокруг себя, именуя экстрасенсами, пошли на шаг дальше средневековых алхимиков. Те выращивали гомункулов, как известно, и распускали слухи о том, что те даже прислуживают у них во время застолий. Вот в этот раз мы увидели, как вселилась какая-то энергия в восковую фигуру, позаимствованную, видимо, в музее Мадам Чусо. Потому что, действительно, никаких иных признаков жизни, кроме некоторой моторики, попытки размахивать ручками, сучить ножками. Ну и потом, в целом, фигурка какая-то такая, ну, разве что, разве что, можно сказать, стресс субботы, который испытывал, испытывала вся линейка Путиных, я бы так сказала, или Путина подобных, наверное, повлекла за собой такую, ну, я не знаю, насколько наша аудитория сперпит от меня такой медицинский термин, но вот, видимо, дефекация и наполнение этих чемоданов проходила до такой степени активно, что просто-таки он лишился, наверное, килограммов десяти лишнего веса. И могу себе представить, что наполненная прежде вот этими самыми отходами черепная коробка опустошилась вместе с бренным телом, и ныне вот это восковое подобие всячески нарушает все прежде заведённые вокруг себя ритуалы. То есть вся его элита, так называемая, привыкла к тому, что надо сидеть минимум две недели на передержке, на карантине ещё с тех пор, как Путин воспользовался ну, поводом пандемии, всё-таки вроде опасаясь и делая тем самым антирекламу очередному своему мракобесному изобретению под названием «Спутник», он, соответственно, демонстрировал панику и не приближался более двух лет никому, кроме, естественно, Ковальчука. Вот этот, конечно, сидел вместе с ним весь карантин и, судя по всему, просто уже, так сказать, вместе со своим обскурентным братцем в шапочке из фольги просто-таки копался грязными руками в черепной коробке этой вот Путина подобной линейки. Ну, вот мы видим, что все, так сказать, прежние нормы брошены. То есть, если Путин или вся его, так сказать, линейка Путина подобных раньше не принимала практически никаких решений никогда, всё абсолютно затягивалось, и даже те поручения, которые давал лично он сам, выполнялись на 13% максимум, но это я вам говорю статистику 2010 года, вероятнее, с тех пор ещё всё гораздо дальше деградировало, но всё же, пользуясь наследством от Советского Союза, инерцией той системы, которая как-то ещё работала, он, будучи абсолютно обездвиженным вот в таком параличе своей бездарности, фактически не вмешивался в эту систему. И даже когда давал непосредственные поручения, и, разумеется, бездарные и противоречащие сами себе, инертная система сглаживала вот эти попытки вмешаться в руководство и фактически нивелировала все его промахи и ошибки. Бывали, конечно, такие, так сказать, неожиданности, когда вдруг он неподготовленный оказывался наедине перед телекамерами, и вдовы подводников с подлодки Курск обращались к нему, взывали за помощью, тот их тут же обзывал и говорил, что всё это вы врёте для того, чтобы портить не только рейтинг, вот для этого только вы сюда пришли. Вот такие бывали, конечно, неудачи у этого путинского медиапула, ну и, соответственно, в основном он бывал подготовлен, а система работала за него. Но шли годы, кадры выбывались, лояльность в обмен на непрофессионализм и, соответственно, возраст просто тех, которые ещё помнили в советской закалке, как надо обслуживать невменяемых вождей, вот на кшталт этого Брежнева. Ну и, соответственно, это всё уже ушло в небытие, а новые кадры, конечно, не в состоянии обслуживать его так, чтобы он мог любую глупость делать, а это никак не сказывалось на управлении. Ну, в общем-то, это пришло в какой-то момент сейчас уже в тупик, потому что его и дальше ничего не делание породило, в конце концов, знаменитый субботний однодневный путь, мятеж. И вот теперь он принялся нажимать на все кнопки подряд. Во всяком случае, линейка Путина подобных, она стала появляться неожиданно, периодически, даже одновременно в прямых трансляциях в разных местах. Так, например, один возлагал венок, в то время как другой приветствовал каких-то там гостей Петербургского форума. Тут стоит отдельно отметить, что этот Ленэкспо, в полуру его называть, конечно, Петербургским экономическим кладбищем, потому что новый Ленэкспо построен как раз на языческом кладбище, и по большому счёту эти кадавры, видимо, в какой-то степени встали из могилы, составили компанию Гомункулу. Говорят, что Гомункул был, ну, некоторое время очень ограниченное сам, а дальше заменил себя одним из линейки, на что оскорбился вроде бы даже саудовский принц и сказал, что не будет обедать вот этой вот линеей с одним из двойников. Ну, в общем-то, теперь мы видим очередную копию, которая вылезла в Дагестан. Напрашивается вопрос, почему не в Ростов, например, он поехал, где недавно ликовали граждане при виде его оппонента, представителя чёрной масти, вот воровской касты террориста и преступника Пригожина. Там они так ликовали и где-то даже, можно сказать, были где-то обескуражены и расстроены, что этот пункт и мятеж продлился столь недолго. И вот Путин, видимо, задетый. Это уже в Дагестане ликованием. Да, я понимаю. Путин, задетый тем ликованием, которое было у Пригожина или вокруг Пригожина, решил какого-то такого своего двойника, которого совсем не жалко, отправить в Дагестан. Что касается Дагестана, и, в принципе, ну, если не говорить о вот этой постановочной всей истории, то у Дагестана, конечно, колоссальный потенциал повстанческий, мятежный. Потому что, во-первых, начнём с того, что они вообще давно не знают, что делать с этой республикой, которая очень сложно, вообще-то говоря, скроена. Там более ста национальностей. Тут надо ещё учитывать, что даже малые какие-то вот такие, ну, сёла, что ли, или аулы иногда обладают своей письменностью, развернутым алфавитом и так далее. То есть представляют из себя совершенно действительно другой народ, отличный от соседа. И поэтому, как раз, это для вот таких, как бы сказать, туповатых в этом отношении российских руководителей вообще всегда какая-то загадка. Последнее, что они решили туда направить, это просто милиционера. Генерала Васильева прямо из города его отправили руководить Дагестаном. Ну, сомневаюсь, что такой чужак, найманец мог бы прийти, здесь по вкусу дагестанским элитам. И, разумеется, они только ждут подходящего момента. Что касается самого края, то он расположен достаточно интересно. Он с выходом на Каспийское море. И неоднократно пытались какие-то задействовать проекты, которые должны были бы как-то подкупить, что ли, вот, к примеру, курорты Северного Кавказа, которые должны были там как-то больше быть сосредоточены в Дагестане. Но любители съездить в российский, так сказать, регион солнечный Дагестан, особо в мире как бы вот не встречается таких. Ну, в силу того, что там, ну, как бы сказать, неоднозначная очень обстановка. И, в принципе, конечно, нарастает. Просто уже нарастает этот бунт. И он вполне естественный, оправдан. И мы знаем, что еще прошлой осенью именно в Махачкале были протесты, связанные с желанием Путина мобилизовать или рекрутировать, вернее, на свою мясорубку вот кого-то подальше от Москвы. И им пришлось отстать-таки от Махачкалы и переключить свой фокус внимания куда-то в сторону Бурятии или там Якутии, например, и рекрутировать где-то из более дальних от, в конце концов, Москвы и Кавказа, в том числе, регионов. Потому что там матери все-таки выходили на эти протесты. Протесты были довольно заметными. И поэтому то, что этого двойника своего или экспонат из воскового музея восковых фигур Мадам Чусо, еще раз подчеркну, что все-таки способность придать ему какую-то двигательную активность, она, конечно, превзошла средневековых алхимиков. И он, вот этот гомункул, изображал из себя Путина изо всех сил. Но представить себе, что тот действительно пошел бы, так сказать, в толпу, стал бы обниматься там со всеми подряд, потому что тут даже не наблюдалось вот этих знакомых ФСОшных физиономий, которые, как правило, окружают Путина в таких случаях. Но, видимо, это был такой совсем, так сказать, которого не жалко. И Путин просто решил себе в качестве какой-то психотерапии продемонстрировать кадры, которые бы не уступали ликованию вокруг его джокера, черного оппонента Пригожина. Мне кажется, что это было сделано исключительно из этих соображений, потому что две параллельные реальности. То есть реальность, в которой пытается, в которую сам себя погрузит Путин. И остальная реальность, даже вот в, так сказать, удобренной этой пропагандой прямо из его чемоданчиков России, она все-таки сильно отличается. И по большому счету мы сейчас находимся в преддверии такого события, но уже после того, что протоколы их безопасности обнажены, все понятно, какие они трусы, как они бегут от любой опасности. Вот мне кажется, мы сейчас находимся даже уже не в стадии, когда Россия напала на Кремль, а в стадии, когда Кремль вот-вот нападет на Путина. Мария, кстати, по поводу того, что Путин так старается сделать, что его поддерживает вся страна. Ну, вид такой он делает. Даже пропаганда начала после этого военного мятежа говорить и акцентировать внимание, что вот видите, почему у Пригожина не получилось, потому что у него не было поддержки, тут вся Россия за Путина. Ну и были уже в последнее время такие социологические якобы опросы, да, где там поддержка Путина выросла там до 90%. Ну почему сразу не до 100 уже вопрос? А во-вторых, как, по вашему мнению, действительно сейчас с поддержкой Путина, ведь с этого спектакля смеялись даже россияне? Я думаю, что она у него ровно такая же колоссальная или высокая, как у Чаушеску перед расстрелом. У Чаушеску перед расстрелом буквально за неделю до этого была поддержка 98. Вот я думаю, что Путин приближается к этой отметке со всеми вытекающими последствиями. Что касается, сейчас пришла какая-то интересная мысль, вы сказали про поддержку, так, подождите, а, да-да-да, я хотела вот что рассказать. Что касается Пригожина и его популярности, откуда бы ей взяться, правда? Вот как интересно. Когда из каждого холодильника, утюга и пылесоса выскакивала постоянная реклама Пригожина и его террористической организации, но с каждого бигборда свисал призыв присоединяться к этому незаконному даже по российским меркам, а вообще-то просто террористическому образованию. Ну и, разумеется, вишенкой на торте, конечно, было выступление Путина, когда тот сообщил, ну, наверное, так во всеуслышание вот что ли о том, что оказывается это он финансировал эту террористическую группировку, причем из года в год колоссальные бюджеты выделялись непосредственно из российской казны и бюджеты, которые выделялись, соответственно, на эту террористическую группировку Вагнет, сопоставимые с бюджетами на целые отрасли и превосходят их. Например, на культуру выделялось в полтора раза меньше, чем вот по тем двум статьям 1,86 миллиарда, вторая еще какая-то. Но просто удивительно, что Путин не знает, с какой стороны как бы он взревновал. С одной стороны, он пытается продемонстрировать, что какие-то люди в Дагестане готовы так же радостно его встречать, потому что ревнует популярности. А с другой стороны, говорит, так вы не поняли, это вообще-то я эту группировку, значит, пытаюсь сказать, это зачем-то вы, то есть навлекая на себя, конечно же, очередной ордер на арест Международного уголовного суда в Гаге. Вот такие же откровения легли в прошлый раз, когда он рассказывал киднепперше, или точнее сказать, давал ей указания, как лучше заниматься киднеппингом украинских детей. Вот это тогда легло в основание уголовного дела против уже непосредственно него и ордер, соответственно, который уже был выписан Гагским Международным уголовным судом. Предполагаю, что в связи с тем, особенно, что вот практически за последние две недели террористическая группировка сделала большой рывок в своем правовом статусе, потому что ее последовательно признают террористической уже в ассамблее Европы, в ПАСЭ, потом в Соединенных Штатах тоже буквально на днях прошли необходимые процедуры для того, чтобы большую часть непосредственных членов и саму группировку признать террористической. Ну, в принципе, конечно, тут Путин решил перехватить инициативу и заявить о том, что все-таки главный террорист это он. Ему даже тут не хочется уступать, так сказать, вот в этой своеобразной популярности. Сам же он ее накачивал, еще раз повторюсь, отовсюду. По точки зрения российского законодательства, это вроде как тоже было все нелегально. И при этом он же еще и сознался в том, что является главным финансистом этой террористической группировки. По поводу Суровикина и его заместителя. Вчера была информация, что якобы они в Лефортово, а вот сегодня Financial Times со ссылкой на три источника пишет, что генерал Суровикин арестован в рамках подавления провагнеровских элит. Издание ссылается на слова представителей российской элиты, так называемой, утверждающих, что Путин начал операцию по зачистке в верхушке спецслужб. Он намерен подавлять критику, восстанавливать порядок и восстановить свое положение после первой попытки государственного переворота в стране. Действительно ли Путин начал вот эти вот чистки? И по поводу Суровикина. Очень интересно, что мог ли он действительно использовать Пригожина или это Пригожин его использовал? Вообще их дружба и плодотворное подельничество началось гораздо раньше. Еще с 1917 года известно, как в Сирии они обсуждали и реализовывали преступные планы, как они бомбили мирное население и как в конце концов охраняли объекты, которые в режим Асада каким-то образом дарил, можно так, наверное, сказать, за вот эти самые услуги Тимченко по прозвищу Гангрена. Это ближайший путинский уже такой клуб или кооператив Озеро. Может быть, в пору его, конечно, переименовать в кооператив Болото, но тем не менее он пока вот больше известен общественности вот под этим названием. Ну и, соответственно, там они занимались любой преступной деятельностью совместно, очень на этом подельничестве сдружились и, разумеется, что вообще любитель наличных денег Пригожин, говорят, он по некоторым подсчетам 15 миллиардов долларов наличными закопал где-то в Африке и, разумеется, это все общие деньги кооператива Озеро, Гангрены, Путина, то есть, но теперь вопрос большой, у кого какой к этим деньгам доступ, кто точно знает месторасположение, кто охраняет это все. Ну и, соответственно, конечно, может быть, Пригожин бы с большим удовольствием отправился бы вместе со своими головорезами в Африку, где его встречают с африканским уважением и гостеприимством разнообразные диктаторы, заинтересованные в том, чтобы он помогал им удерживать свой режим у власти. Но, тем не менее, пока вот так вот их пути разошлись и его подельник каким-то образом действительно может оказаться крайним, ну, хотя бы по той причине, что сам Пригожин, судя по всему, вернулся в Санкт-Петербург и там бегает по нотариусам и как-то пытается, ну, я уж не знаю, то ли сохранить активы, то ли переписать их на тех, на кого сказано. Уж по какой указке он действует и как будут, главное, действовать те двойного назначения и дважды завербованные, на которых это все переписывается, кому в итоге они присягнут. Это колоссальный передел собственности. Заметьте, что Санкт-Петербург нынешний, это ведь Ленинград с молодостью, так сказать, дворовой, кокнической, что одного, что второго. Поэтому они вот так себе, ну, воспоминания, что ли, привязаны сильно к этому городу, хотя, казалось бы, что Вагнер-центры, что разнообразные пункты, значит, притворного обожания Путина, в принципе, можно развернуть в любом другом месте вот этой вот ячейки крупной террористической, или, как сказать, террористического консорциума под названием Российская Федерация. Но, тем не менее, они все ментально и тот и другой привязаны к Санкт-Петербургу. И, в принципе, если говорить об возможном отделении, то есть, заметьте, Ингерманландия — это та земля, которая должна была бы давным-давно бы уже быть свободной от этого всего. Свободная Ингрия. Сколько было попыток, еще начиная с 91-го года, заявить о том, что они не хотят жить вместе с Москвой в одном государственном образовании. Но, тем не менее, пока ничего не получалось, а Путин тем временем все перекраивал так, чтобы нельзя было это каким-то образом откусить у него. И даже управление военное он тоже переделал из шести на четыре. Все оптимизировал, перерезал, перекроил. И вот, собственно, один из главных центров, который удалось без всякого боя захватить Пригожину в Ростове, это теперь новая путинская военная, так скажем, вот такое, знаете, лоскутное одеяльце, которое он все время сшивает, перерасшивает и так далее. Но сюда, конечно же, видно, что это из кусочков, которые друг к другу совершенно не только отношения не имеют, но и явно не подходят и даже контрастируют. Но вот, тем не менее, Москву он всячески пытался привязать таким образом, хотя бы управлением чисто военного характера, связать с Питером. Вот это все отнести к западному какому-то командованию. Но, тем не менее, надо сказать, что сам Питер все-таки, мне кажется, тяготеет к тому, чтобы отвалиться от России как можно быстрее. Все-таки вот это Ингрия и Германландия, они так не любят это движение. Это просто уникально, чтобы так бороться. И флаг то запрещет. И эти все повстанцы или, так сказать, мятежники, там чуть ли не даже произнося, то есть первое произношение этого заколдованного слова сразу же приобретают статус иноагентов и уголовные дела, как злостные сепаратисты. В общем, это движение они ненавидят люто. Но теперь они, в общем-то, на одном поле, можно сказать, скрестули с теми, кто давно уже пытается отсоединиться. И вот теперь, мне кажется, они там сфокусировали борьбу за активы. На кого Пригожин будет все это переписывать? Окажется ли те, на кого он будет переписывать в итоге преданными Путину или все же Пригожину? Будет ли дальше другой новый бунт? Потому что все-таки, мне кажется, что вся эта глобальная зона российская, которая ныне, конечно, красная, потому что ею руководить вертухай Путин. И все эти заложники, эти зэки, раньше подсчитывали в 2010 году, вроде каждый четвертый сидел или там сидит. А теперь, наверное, уже каждый третий, может, скоро каждый второй. Ну вот это вот сама тенденция, потому что раньше это были черные так называемые зоны, где все-таки блатные порядки устанавливали и диктовали их к вот этим вертухаям. Ну вот этот конфликт, он в нынешней России таков, что вертухаи победили. И вот скоро начнется реванш. Это же была, так сказать, первый тайм, когда Путин, вертухай красный, объявил, что это теперь все его красная зона. Ну, Пригожин был ставленником, в общем-то, черной масти, но это же один из пробных, сказать, шаров. Но этого, наверное, им не жалко. Они просто посмотрели, как оно будет, когда вот эта зона вся огромная под названием Российской Федерации начнут перекрашиваться. Ну, разумеется, топить красную кровь, черную. И, конечно же, это предпосылки для боестолкновений и просто скатывания в самую натуральную гражданскую войну. Не могут регионы этого не понимать. Поэтому, конечно, во спасение свое... Все думают о том, как бы уже отцепиться от этой... Как бы уже сохраниться и вот не попасть в эту гражданскую войну, когда эти две куриные башки, которые у них на гербе, они же у них как? Должны смотреть в разные стороны. А вот. А тут повернулись друг на друга, посмотрели, стали выклевывать друг другу глазки уже. А дальше пойдет хуже. Поэтому Венгерманландия, конечно, не исключение. Об этом думают все. Но ей не повезло в большей степени, потому что именно с этой землей связывают свою юность как Вертухай, так и Джокер, этот черный. Ну, посмотрим, конечно, чем закончатся эти переписывания активов. Не будем забывать, что им принадлежат колоссальные, я имею в виду, Пригожинскому этому, ну, скажем так, уже империи, что ли. Ему принадлежат колоссальные активы. И ресторанов очень много. Допустим, его отель Трезини и ресторан русский Китч, который знаменит еще и тем, что там получил татарский свою последнюю статуэтку. Вот между ними, этими двумя объектами, находится здание, которое, ну, или особняк, который принадлежит Борису Берсону. Это глава холдинга «Адаман». Что только не предпринимал Пригожин, чтобы все присвоить. То есть он и поджигал, и угрожал, и все способы шли в ход. Но тот был стойким. В итоге против Берсона возбудили уникальное, то есть беспрецедентное дело о ненадлежащем содержании памятника архитектуры, который вообще-то у него в собственности. Вот таким образом Пригожин десятилетиями подгребал себе активы, подслушивал все за всеми, везде лес интриговал и так далее. То есть у него колоссальные там активы. И сейчас идет просто война за них, передел собственности. Что происходит в это время с такими важными свидетелями против Пригожина, например, в потенциале, как Суровикин? Придерживают его для того, чтобы он переписывал на нужных людей. Чем это закончится лично для Суровикина? В конце концов, может быть, его обвинят в, так сказать, расстреле этих вертолетов вместе с летчиками. Кто-то же должен быть крайним в конце концов. Возможно, Пригожин пытается таким вот образом как-то избежать неприятностей, вроде делает то, что ему говорят. Но в заложниках остаются какие-то его, так сказать, ближайшие подельники, которые, в случае чего, и на него показания дадут. Поэтому я считаю, что в этой их каше, которую они заварили, обещания не будет держать ни одна из сторон. Эскалация неизбежна, потому что они в любом случае будут друг друга кидать. И в конце концов все равно они перегрызутся. Поэтому вот эта вот ситуация с этой двуглавой курицей, она уже началась. И посмотрим, насколько быстро регионы будут пытаться, во всяком случае отколоться от этого процесса скатывания в гражданскую войну. Ну, кстати, получается, что генерал Армагеддон Суровикин уже не такой и Армагеддон, если действительно его там сейчас в СИЗО где-то держат. Вот еще, ссылаясь на Financial Times, хочу... Да. Может быть, они готовят из него еще одного для линейки Путина подобных? Может, они знают, какую таблетку надо принять, чтобы в конце концов превратиться вот в эту восковую фигуру? Возможно, кстати. По поводу зачистки верхушки спецслужб. Действительно ли Путин осознал, что сейчас у него предатели вокруг, и все могут организовать, не знаю, переворот? И он действительно сейчас начнет проверять каждого? Или все-таки он уже своих людей знает? Ну, это накладывается на его паранойю. Разумеется, вот знаете, можно себе представить так. Вот смотрите, клетка, террариум, змеи, как будто бы спят там на дне в огромном количестве. И решетка над ними, по которой ходит линейка Путина подобных и другие из этого кооператива озера. Ну, все вроде там как-то притихли, ну, не то время, чтобы, так сказать, до бунта не было еще каких-то таких уверенных предпосылок. Ну и, соответственно, как только вот этот вот какой-то, знаете, брошен был этот первый мяч, ударивший некоторому количеству змей по башке, то они тут же все проснулись. И, разумеется, вся клетка пошла и в движение перешла. Это неизбежно. То есть, если террариумы в одном месте что-то случилось там с кучкой змей, то это все переползает, разумеется, на весь, значит, этот экзотариум и начинает его, соответственно, из стороны в сторону шатать. То есть, в такой ситуации все, которые ходят по решетке и думают, что они были еще недавно в некоторой безопасности, потому что эти спящие змеи вроде как их сами же и охраняли, на самом-то деле будут ужалены уже в ближайшее время. И ничего с этим нельзя сделать. Это религия АУЕ. Там, мы обсудили, сидит сейчас, наверное, каждый или сидел каждый третий. То есть, фактически, каждая российская семья столкнулась со всей этой субкультурой, как вот этот так называемый блатной шансон, блатной жаргон. Это все проникло, когда они рассказывают про каких-то там Пушкиных, Достоевских. На самом деле, Михаил Круг, вот кто пополняет их лексикон и на самом-то деле является их всем. То есть, как они там выражаются, что вроде систематизатором, я бы так сказала, их языка повседневного общения. Вот там черпают они бездомную, так сказать, кладезь. Оттуда они берут весь свой новояз. Все эти путинские еще, между прочим, замашки промочить в сортире. Оттуда все это начиналось. И, соответственно, все это давным-давно наполняет российскую реальность. И, по сути, между собой и так далее, они все только и заняты вот этим, ну, как бы вам сказать, противостоянием. Потому что даже нахождение по одну сторону от колючей проволоки не гарантируют, что этот некто будет всегда находиться по ту сторону. Как жэки становятся, ну, так сказать, владельцами разнообразных ресторанов и даже организовывают террористические ЧВК, так точно и вроде как провластные какие-то прикормленные, прикорытные, как, например, у Люкаев, неожиданно для себя оказываются на зоне. То есть этот процесс, он у них такой перетекающий из одной формы в другую. Они только надеются, как бы в песочных часах находясь, каждый топорщится и думает только не я, только не в этот раз. Потом опять переворачивается вот этот весь прибор и опять они скатываются кто куда. В общем, вот таким вот образом существует эта Россия и религия ее основная под названием АУЕ сейчас пришла в большую активность. Путин не может не понимать, всей уязвимости своего нынешнего положения. Разумеется, его паранойя, которая и так всем известна и всеми обсмакована уже во все стороны, потому что начиная с этого ковида, от которого он скрывался в бункере, то есть, ну, видимо, считая, что ковид это что-то вроде радиации. Я думаю, что в его магическом воображении, мышлении это вот так, наверное, обскурентно эволюционировало вот в нечто такое, от чего надо прятаться именно таким вот образом. Ну и, в общем, мы понимаем прекрасно, что два года карантина сыграло свою роль, то есть паранойя еще прогрессировала, потом он, значит, ну как, я не знаю уже там, на основании каких данных, кому он там прислушивался, а потом у него это все пошло-то в какое вообще, то есть в какое вообще это все уже, ну, я не знаю, то есть это надо психиаторов приглашать, мне кажется, которые бы смотрели бы вот на них и на вот этих путиноподобных и уже расставляли бы им диагнозы, потому что, мне кажется, далеко не вся эта линейка путиноподобных в принципе подлежит коррекции или там излечению. Но разумеется, что то, что произошло, вот, скажем так, в субботу на фоне уже всей предыдущей его паранойи, оно вообще уже, ну, я думаю, активизировало терминальную стадию вот этой паранойи, и сейчас он будет присматриваться ко всем буквально, он будет каждого подозревать. Разумеется, эта атмосфера подозрительности, даже по отношению к тем, кто вроде бы не планировал чего-то, она будет вызывать, конечно же, отторжение, потому что она будет сеять панику вокруг. А вдруг он заподозрит этого или того, или какого-то моего ставленника или родственника, а вдруг он начнет вот эти чистки, по примеру, сталинских, там, не знаю, 37-го года. Вот я не знаю, обратили его внимание, но когда он произносил свою какую-то очень жалкую речь перед, значит, вот в этой форме все еще стоящих каких-то военных преступников на соборной площади, где именно собрались все психи всех мастей, в общем-то, там он продержался буквально три минуты, и даже на фоне и еще за спиной у него стояли, видимо, самые проверенные, первый и третий из них, судя по всему, близнецы. Либо я уже не знаю, как это понять, почему эти двое из Ларца до такой степени одинаково с лица. Вот вся это постоянное продюсирование каких-то похожих, похожие на того-то, похожие на того-то, вот он сам же любил эту формулировку когда-то, значит, некто похожий на генерального прокурора вышел с какой-то там, был замечен с проститутками в бане. Некто похожий, значит, на кого-то там вышел с какой-то коробкой с наличными, некто похожий. Вот эти некто похожие, они плодятся, видимо, это его последняя надежда, что они просто, ну, таким образом, эти двойники, они, видимо, не только его существуют, но и даже ФСОшников берут, наверное, вот в набор когда и спрашивают, а есть ли у вас брат-близнец? Есть. О, тогда вы нам подходите. В общем, я исхожу из того, что это его паранойя, она, конечно, будет мультиплицировать и без того пришедшую в разнос систему и, соответственно, в панику там уже не остановить ничем. Это уже, ну, так сказать, борьба за выживание каждой особи в отдельности. И это каждый особь прекрасно знает правила, по которым они там все играют. Каждый знает, как недолго на самом-то деле длится вот этот конвой, экспедиция до Лефортовской тюрьмы. Каждый знает, как быстро может повернуться и вот эта масть, которая была только что красной, окажется в руках этого конкретного индивидуума чёрной. Поэтому они все в полной панике. И сейчас, мне кажется, у Путина, ну, учитывая его паранойю, ну, всё, личная выживаемость, конечно, уже гораздо ниже. То есть уже, я думаю, что весь Кремль понимает, что он представляет из себя угрозу для него. Поэтому Кремль нападает на Путина, Россия нападает на Кремль. Ну и всё это, конечно, ну, я думаю, что, как вам сказать, породит неизбежно уже скоро бунты колоссального такого уже размаха, масштаба. Я всегда говорила, уже несколько месяцев говорю, что я считаю, что в августе неизбежно начнутся какие-то тектонические события по дезинтеграции или скатыванию вообще в эту гражданскую войну. Но я считаю, что мои прогнозы сбудутся. Мария, хочу с вами ещё обсудить этих сбитых лётчиков и их родителей. Была информация о том, что отец 24-летнего российского лётчика, который погиб в одном из сбитых вагнеровцами вертолётов, рассказал журналистам, что считает закрытие уголовного дела в отношении Пригожина справедливым. Говорит, если так сказал Путин, значит так правильно. Ну, при этом он говорит, что расследование ещё не закончено по факту гибели сына. Плюс ему не дали возможность посмотреть на тело. И он сказал, что узнал о том, что его сын погиб только в соцсетях. И уже только на следующее утро, если не ошибаюсь, к нему пришли и сообщили это сообщение. Но меня в этой истории поражает то, что вот он говорит, да, если закрывают уголовное дело, значит это правильно. Как бы вы объяснили эту, не знаю, извращённость, да, по сути для многих родителей, их дети, расходный материал? Всё правильно вы говорите. Они это демонстрируют уже, ну, давно. В общем-то и с 2014 года можно было наблюдать всё это. Однако, конечно, после февраля 2022, уже после полномасштабного вторжения, ну, дно было пробито, когда, в принципе, матери и там всякие вдовы охотно обменивали всё, что связано с памятью, на белую ладу. При том, что массово настолько и настолько охотно, что в конце концов подогнали россияне в мобильные крематории. То есть сообщалось ещё в начале полномасштабного вторжения о том, что вот эта вонь, извините меня, доносятся повсюду. То есть они не хотели признаваться вот тем семьям о том, что кто-то, значит, попал в путинскую мясорубку для того, чтобы не выплачивать в дальнейшем компенсацию. То есть они развернули широкие вот эти, так сказать, целые, я не знаю, как это назвать, центры утилизации, что ли, так, наверное, с этими крематориями и просто не признаются в том, что кого-то уже давно, значит, нету в живых. И, соответственно, они продолжают числиться пропавшими бизнесами. То есть это для того, чтобы не рассчитываться вообще ни с кем, ни за что. А так они там наперебой бегают только за добычей вот этих доказательств, чтобы получить свои вот эти самые отступные. То есть там совершенно нету речи. Они же как рассуждают? Да он уже умер, чем он уже? То есть, представляете себе, до такой степени дегуманизация уже пройдена, это уже пройденный этап. И, в принципе, я считаю, что в животном мире нету таких, даже, наверное, среди рептилий, которые бы до такой степени вообще равнодушно относились к своим родственникам, особенно потомствам. Но тут я понимаю это так, что действительно случаи с вот этими сбитыми летчиками, они стали известны в результате скандала. И поэтому вот этим семьям предложили, видимо, довольно приличные отступные, на которые они уже настолько позарились и уже с аппетитом делят, что и как они потратят, что они тут же говорят о том, что они полностью согласны, видать, объемы этой так называемой компенсации, а точнее просто отступных или как это даже, я не знаю, ну вот таковы, что этот, наверное, ну, я не знаю, скажет все, что угодно, лишь бы с ним действительно произвели расчет, как обещали. Потому что мы знаем, что некоторым привозили шубы, они их надевали, а потом также с них эти шубы снимали и говорили, что в кадре вы в них постояли, мы шубы дальше повезли, у нас еще много с кого надо в этих шубах снимать. Так что тут очень все цинично, чрезвычайно омерзительно, просто тошнотворно, я бы даже сказала. Но, тем не менее, это так и есть. Вы все правильно сказали. Видимо, размеры вот этих компенсаций абсолютно для подобранной наверняка в индивидуальном порядке для каждого такого случая. Они наверняка требуют конфиденциальности в этом смысле для того, чтобы рассчитаться. Весьма вероятно, что это все будет как с шубами, но, возможно, из всех вот этих, по-моему, 14 кому-то показательно все-таки на всякий случай что-то и заплатят. Да, Мария, ну это просто, вот мне кажется, что отличает нас от этих нелюдов, которые готовы продать своих детей, и им все равно, что с ними убьют, их закопают. Главное, чтобы им что-то там заплатили или шубу дали, как вы правильно сказали. Но при этом, вы видите, все равно он говорит, что если Путин сказал, значит, это все правильно. Я вас благодарю за интервью и спасибо за то, что вы нашли время для нас. Мария Максакова, оперная певица, видеоблогер, как всегда, замечательная. И, друзья, вы поставьте, пожалуйста, свои лайки нашей трансляции, напишите свой комментарий. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и на YouTube-канал Марии Максаковой. Его вы можете найти в описании под нашим видео. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших, приятных новостей и говорю до встречи. До встречи. Большое спасибо.